Привет, друзья! Если ваш перец плохо приживается на новом месте, листья желтеют, увядают, то нужно его срочно спасти. И сегодня я расскажу, как это сделать. Рассада перца у большинства огородников выращивается в домашних условиях. И естественно, что перец там растет под искусственным освещением, либо на подоконнике. И очень часто листьям не хватает солнца. В итоге перчик вытягивается. После посадки в теплицу перец еще не приспособлен к ярким лучам солнца. И очень часто листья подгорают и могут желтеть. Пожелтение листьев, кстати, может быть еще связано с тем, что почва холодная. Огородники часто спешат высадить перец в теплицу, почва еще не прогрелась. И в итоге перец очень себя плохо чувствует. Долго акклиматизируется и приживается на новом месте. Чтобы исправить ситуацию, помочь перчику лучше прижиться, нужно провести небольшие подкормки. Причем в этот период нам нужно подкормить не столь перец, как полезных микроорганизмов, которые находятся в почве. Именно они помогают перцу в питании, помогают ему лучше прижиться и защищают от различных заболеваний. Когда перец только высажен в теплицу, он часто болезненно приживается. И в итоге снижается его иммунитет. В итоге могут появиться какие-то заболевания. Поэтому нужно сделать еще и профилактику этих заболеваний. Чем можно подкормить перец? Это в первую очередь натуральные органические удобрения. Именно их внесение в почву помогает активизировать всю полезную почвенную микрофлору. Начинают активно работать полезные бактерии, полезные грибы. Особенно если вы вносили уже сеную палочку в почву, либо вносили триходерму. Они активизируются, начнут работать, усилят питание растения, усилят его иммунитет и будут защищать от различных заболеваний. Значит, первое удобрение, которое можно использовать, оно натуральное. Это бродиловка из травы. Это удобрение, пожалуй, самое лучшее для первой подкормки перца. Первую подкормку уже можно выполнять через 10-14 дней после посадки рассады на постоянное место. Будь то в теплицу, будь то в открытый грунт. Бродиловку можно готовить из любой травы, которая есть у вас на участке. Но лучше всего брать такие травы, как одуванчик, крапива и окопник. В них содержится очень много различных макро-микроэлементов. И еще эти травы практически не имеют грубых волокон. Готовится бродиловка очень просто. Плотненько наполняем ведро измельченной травой, засыпаем в бочку. И вот на ведро измельченной травы примерно ведро воды. Таким способом я готовлю. Настаивается бродиловка примерно неделю. Периодически ее перемешиваем, чтобы шли активные процессы. И понять, что она готова, можно по характерному, такому неприятному запаху навозному. Значит, бродиловка как раз-таки готова к применению. Далее готовую бродиловку уже из бочки. В чистом виде, конечно, мы не применяем слишком концентрированное удобрение. Берем литр-полтора бродиловки и разводим в 10 литрах воды. И затем под каждый кустик по литру раствора проливаем. И перец мигом крепнет на глазах. Начинаются ростовые процессы. Начинают темнеть листья такие. Мощные становятся, утолощаются стебли. Очень-очень хорошо он отзывается на такую подкормочку. Второе удобрение, которое можно использовать, это компостный чай. Компостный чай, кстати, вот в отличие от бродиловки, он не имеет неприятного запаха. И готовится очень просто. Из компостной кучи, либо, может, в мешке у вас есть трава скошенная, за неделю примерно она начинает подпревать и приобретает такую консистенцию навоза. Такой вот получается, как прям навоз коричневого цвета, либо черного уже цвета даже становится. Тягучи, клейки, но не имеет неприятного запаха. Пахнет, в принципе, достаточно сносно. Значит, берем вот эту такую прелую траву из компостной кучи и в ведро заполняем. Одну треть ведра. И заливаем десятью литрами воды. Перемешиваем. И затем берем этот раствор и поливаем под каждый кустик. Причем разбавлять водой его не надо. В таком вот виде и используем. Можно очень быстро, кстати, приготовить сырье для компостного чая. Берем пластиковый пакет черный, мусорный обычный. Наполняем скошенной травой. Делаем небольшие дырочки в пакетике. Если трава сухая, увлажняем ее немножко водой. И ставим на дни пять, где-то в саду под кустик. Все, за пять дней там уже пошла ферментация. И готовится вот эта такая навозная консистенция. Затем заполняем на одну треть ведро. Воды добавляем. И все, подкормка у нас готова. Причем ничего покупать не надо и добавлять. Что касается минеральных удобрений. То кормить перец минеральными удобрениями сейчас еще рано. Потому что ему надо прижиться на новом месте. А минеральные удобрения могут дать сильный стресс. И получится обратный эффект. Будет какое-то угнетение. Потому что в минеральных удобрениях часто содержатся какие-то соли сильные. Иногда концентрацию огородники не могут правильно определить. Много удобрения сыпят. В принципе, этого делать и не нужно. Особенно не надо применять минеральные удобрения, если вы их вносили под перекопку почвы. Там они уже есть. Зачем лишний раз вот эту минералку сыпать? Лучше обойтись натуральными, экологически чистыми удобрениями. Ну и третий вариант для активизации полезной почвенной микрофлоры. Для того, чтобы перчик получал легкое такое питание сбалансированное. Это сделать хлебный настой. Заполняем хлебными остатками. Это корки от батона, хлеб. Другие хлебобулочные изделия, если у вас остались зачерствели. Может быть, вы зимой их собирали. На одну треть ведро тоже заполняем. Заливаем водой чистой 10 литров. Настаиваем трое суток. Начинается такое уже брожение. Затем 1 литр хлебного настоя на 10 литров воды. И под каждый кустик поливаем. Дело в том, что в хлебном настое очень много всего полезного. И микроэлементов различных. Есть азот, необходимый для ростовых процессов, для активизации. Есть остатки дрожжей. Хотя хлебобулочные изделия выпекаются при высоких температурах. Но все равно какая-то часть дрожжей там остается. И есть еще очень хороший, доступный фосфор, который необходим также для приживаемости перца. Поэтому такую подкормку можно делать. Достаточно провести две таких подкормки с интервалом в неделю. И ваш перец быстренько приживется на новом месте, пойдет в рост и летом порадует урожаем. Если вы перец еще не высаживали, еще он у вас на подоконнике стоит, может быть у вас погодные условия не позволяют, либо еще времени не хватило, то обязательно после посадки в грунт поставьте вот такие дужки небольшие в теплице. И первые дней 5-7 притеняйте белым спонбонным, чтобы молодые листочки приспособились к яркому солнцу. Потому что если стоит жара, сухая погода и высадить рассаду, вот такую неадаптированную к яркому солнцу в теплицу, она может погореть и не приживется на новом месте. Если брать рассаду томатов, то она быстрее адаптируется к яркому солнцу. Но все же и ее лучше притенять. Любые растения, которые у вас росли в домашних условиях, затем вы их вынесли в теплицу, высадили или в открытый грунт, первые 5-7 дней обязательно притеняйте. Это могут быть и баклажаны, и огурцы, рассады цветов и так далее, и так далее. В этом случае рассада лучше приживается. Если у вас участок, допустим, совсем новый, либо вы, может, не вносили каких-то полезных микроорганизмов в почву, естественно, там и микрофлора неизвестно какая, и будет ли она работать, тоже непонятно после такой подкормки. Может быть, активизируется, может быть, слабо активизируется. Поэтому, если вы ничего не вносили, можете вносить еще дополнительно. Даже в компостный чай, например, добавить. Вот есть такой органно-минеральный комплекс. Это натуральное удобрение на основе жмыха различных растений. Отруби здесь добавлены, но это не самое главное. Питания, в принципе, нам-то хватит из вот этих доступных органических удобрений, которые мы используем. Но здесь главное, что содержится, значит, это различные полезные грибы, триходермы, метаризиум, баверий и различные бактерии. Вот когда мы их в почву вносим, у нас и создается эта полезная микрофлора. И при такой подкормке она быстро активизируется и помогает перцу лучше развиваться. Поэтому, кто еще не вносил ничего, ни триходермы, ни сеной палочки, можете вот такое удобрение спокойненько внести. А кто еще не высаживал, можете его внести в лунки для посадки. По столовой ложке в каждую лунку внесли и посадили перец. И он будет отлично развиваться. Будет и такое питание небольшое, и будет защита от различных заболеваний, да и от вредителей. Потому что есть метаризиум и баверий. Обязательно позаботитесь о своем перце после пересадки, чтобы летом быть с хорошим урожаем. Спасибо за внимание и до новых встреч!